Обзор на Королевство Серебряного Пламени от Сары Джеймас. Начну с того, что я, как и многие, очень не любила Несту, особенно предыдущие четыре книги. Она меня прям дико бесила, особенно в Королевстве Стужи. Эту книгу я стала читать только потому, что я очень люблю Кширы, потому что я очень люблю Сару Джеймас. Но и да, мне было интересно узнать, как там остальные герои. Хочу сказать вам так. Я поменяла свое мнение по отношению к Несте. Именно в этой книге вы узнаете, почему она была такой гадкой стервой. Почему она делала те или иные поступки. В этой книге все очень хорошо описано, рассказано и все по полочкам расставлено. Плюс, конечно же, Кассиан. Вы просто обязаны ради него прочитать хотя бы эту книгу. И да, ребята, тут будет такое. И я не про постельные сцены, которые хочу вам сказать. По-моему, затмевают остальной Кшир просто на раз-два. Огнище, конкретное огнище, я вам серьезно говорю. Также могу сказать, что первую половину книгу вы будете втягиваться, вы будете начинать понимать Несту, ее поступки. А вот вторую половину книги, ребята, я ревела как не в себя. Там было столько сентиментальных моментов, умилительных. И, наконец-таки, мы увидим настоящую Несту, настоящую силу Несты. И увидим, чем же закончится все у них с Кассианом. И да, остаются все-таки какие-то нерешенные вопросы и моменты, которые бы я хотела узнать. К примеру, Элайна, Лассен или все-таки какой-то другой. И я уже хочу узнать, наконец-таки, что же произошло в том несчастном лесу дохренища лет назад между Мор и Эрисом. Потому что вы не узнаете об этом в этой книге. Ну и, конечно же, нас ждет появление Никса. Я, наконец-таки, поняла, кто это такой. И вы тоже поймете, кто это, прочитав эту книгу. Короче, очень советую, не разочаруйтесь. И уверена, вы, как и я, поменяете свое мнение про Несту.